МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня за нашего жениха будут бороться королева красоты Татьяна. Гульнара из настоящего гарема и доверчивая провинциалка Алена. А жених у нас Михаил. Давайте посмотрим. Михаил, 45 лет. Никогда не нравился родителям всех своих невест. Один раз удалось жениться, но теща разрушила брак. 18 лет назад Михаил бросил науку и переехал в Америку. Сейчас он владелец фитнес-клуба в Нью-Йорке и пентхауза на берегу океана. Собирается расширить хозяйство. Михаилу не нравятся обладательницы большого бюста. Он признался, что боится восточных женщин. Ищет хозяйственную и добрую девушку, которая переедет в Нью-Йорк и родит ему наследника. Давайте встретим Михаила. Мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Париса, это для вас сувенир. Очень приятно. Пожалуйста, цветы для вас. Спасибо. Обычно из Америки везут джинсы и жвачку. Он внешне особо не алло, но очень выдержанный. Это, конечно, скорее всего, американский налет. Представьте своих сватов. АПЛОДИСМЕНТЫ Это мой лучший друг Оскар и моя очень хорошая знакомая Марина. Очень приятно. Мне тоже хотелось бы на полочку лучшего друга по имени Оскар. АПЛОДИСМЕНТЫ Руза Сибитова. Слава Василиса Володина, астролог. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ А сколько вы лет живете в Америке? Я 18 лет живу в Нью-Йорке. Ага. И вы женились там или в России? Я женился в России. И я очень сильно любил свою жену. У нас были прекрасные отношения. У нас в Москве родилась прекрасная дочка Мария. Я так понимаю, что взрослая. У него взрослая дочь. Ну, здорово, подруга. Да. И потом вот так вот сложились обстоятельства, что мы уехали в Нью-Йорк. Были тоже разные своего плана какие-то проблемы, какие-то сложности. Нет, я уехал со своей дочкой, женой, с ее мамой и с бабушкой. Я знаю, что вам там крошки-то попила теща, да? Ну, просто дело в том, что, может быть, как-то не сложились отношения. Не сложились отношения, и она имела огромное влияние на вашу жену? Я думаю, что да. И поэтому? Ну, поэтому наш брак, в общем-то, распался. Ты заметил по его лицу, он как будто бы немножечко сейчас на данный момент несчастный. Несчастный. Поэтому ты должна его сделать счастливым. Я, пожалуйста. Ну, вы приличный мужчина, и вы достойны, конечно, счастья. Вы хотите ребенка, вам 45 лет. Да, я хотел бы еще одного или двух детей. Хотелось бы, чтобы у вас женщина не была под влиянием родителей, хватит вам уже одного такого опыта. Желательно, чтобы была без детей, без большой груди, еще что. Чтобы у нее был несварливый характер, наверное, да? Да, чтобы... Чтобы язык уже знала. Ну, это необязательно язык можно выучить, чтобы просто спокойный, уравновешенный... А есть предпочтения в профессии? Ну, фактически нет. Хорошо, она стриптизерша или учительница русского языка? Есть разница? Есть, конечно. Ну, так стриптизерша, конечно. Желательно, желательно, чтобы учительница... Да? Да. Миш, знаете, вы легкая добыча. Но мне хотелось бы вас предупредить. Девушки у нас в большинстве с вами корыстные. И хотелось бы, чтобы вы оказались средством для передвижения в Америку. И чтобы у вас еще была одна травма, что барышня выйдет за счет вас туда, а там начнут строить свою собственную жизнь. Поэтому я хотела бы вам порекомендовать женщину взрослую уже, которая здесь настрадалась, намучилась, нажилась. Хорошо бы, чтобы у нее уже были дети. С детьми все решаемо. Ну, а что, каким-то образом она должна будет держаться за вас именно там? И хотелось бы, чтобы она в определенной степени была от вас зависима. Конечно, никакая не молодая девчонка. Конечно, ни с какими мечтами о творчестве и Голливуде. Потому что... Знаете, у них как там глаза в раскоряку сейчас. А тебе как кажется, Роза? Ой, мне уже многое не кажется. Я патриот к своей стране. Вы приехали, вывозите наш генофонд, можно сказать, лучший из золотой страны. А кто у нас здесь будет рожать наших российских? А генофонд сопротивляется, прямо можно подумать. А как же? Не жалко невеста. Вот если пообещаете, что ваш ребенок будущий будет гражданином все-таки России, тогда буду сватать, а так не буду, отказываюсь сватать. Ну, это будет зависеть. Такая хорошая мужчина, но, извините, у нас свои тоже хватает. Жалко у пчелки. Сегодня земной шар открыт вообще для всех. Все границы открыты. Ну, Россия, Лариса, одна. Правильно. Слушай, я сразу согласна. Да, ты считаешь, в России, да? Ты будешь дальше продолжать с нами работать. Я думаю, что у вас говорит просто нежелание меня отпускать. Михаил, я думаю, что вам нужно решить сегодня, какой частью головы вы выбираете, девушка. Выбираете ли вы душой, либо выбираете вы с точки зрения разума, потому что в вас два эти понятия борются постоянно. С сердцем. С сердцем? Ну, тогда будьте готовы, если выбираете сердцем сегодня, потом увезя ее туда, разумом, не предъявлять претензии, не цепляться к мелочам. Вы немножко занудно бываете временами с вашей луной в деве уж, извините. Очень хочу вам пожелать сдерживать себя потом. Если сейчас чувств не будете сдерживать, то тогда потом сдерживаете вот эти самые собственные порывы занудства. Мишечка, идите, знакомьтесь, ничего не бойтесь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам Солиер. Очень приятно. И цветы, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, что будем дружить. Спасибо. Разрешите вас прогадать. Спасибо. Спасибо. Какая-то мужественная, да? Да, мужественная. Больше мужского в ней, чем женского. Она не женственная. Согласен. Да? Да, не возбуждаю. Давайте посмотрим на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас читает лекции в Академии госслужбы. Кандидат в мастера спорта. Имеет три высших образования. Победила на конкурсе красоты. Татьяну всегда тянуло к конкретным мужчинам. Но один погиб, другой наскучил, а третий изолировал ее от всех. Надеется, что Михаил сумеет выстроить в их семье правильные отношения. Татьяна, вот у нас жених, который прислушивался всегда к мнению мамы. Я тоже прислушиваюсь к мнению мамы. До сих пор? Вы знаете, меня воспитывала долгое время бабушка. К сожалению, мама с папой, так как папа был военным, постоянно до 10 лет отсутствовали. И когда появилась мама, мне, может быть, ее от того, что не хватало, я ее стала воспринимать не как маму, а как подругу. А бабушку звали мамой, да? А бабушку звала мамой. Представляете, у меня дочка зовет мою маму мама. Ну, все знают об этом. И я дико переживаю. И, кстати, ревно ужасно. И тут она ко мне села на колени, гладнялась и говорит, мам, вот не может же быть две мамы у одного человека? Я говорю, не может. Она говорит, ну вот нельзя же двух женщин называть мамами. Я говорю, нельзя. И так прям покрываюсь пятнами. Я говорю, нельзя. Она говорит, ведь у каждого человека должна быть одна мама. Я говорю, конечно, дочень. Она говорит, можно я буду тебя назвать бабуля? Я, честно говоря, заплакала просто. Ей 10 лет, дочке. А что делать-то? Я думаю, что все со временем встанет на свои места. Этому просто где-то не нужно. Ну, плохому не научила бабушка. Вы же есть спортивенка, отличница. Да. И шью и вижу. То есть хорошо воспитана. Я думаю, что да. И настолько хорошо все у вас было с бабулей, что тянулась все время на гадость. Поэтому женихи появлялись конкретные. Женихи появлялись конкретные. Сейчас у вас за грудки такой, все. Поехали в Америку. Да. Купи мне домик. Не, 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 ну, 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 yes, yes, yes. Так вот. Что, с женихами не там? Мне было 16 лет. Молодой человек был старше на 6 лет. Для меня он делал все. То ли может быть то, что я была для него такая совсем еще юная, наивная девочка, которая хотела какой-то сказки, как и все девочки. А бабуль куда смотрела? А бабуля моя в то время занималась хозяйством. Очень много у нее шестеро детей. И все привозили внуков своих. Помимо того, что шестеро детей, еще 13 внуков. Вот сволочи дети, вот так нарожай. Нарожайте, да. Вот. Вопрос в том, что для меня, конечно, он создал все условия, чтобы я чувствовала себя вообще... 90-е годы. 90-е годы. Бандит, деньги были, машины. Веселуха такой, да? Конечно, было чем. Мне было чем, да, замречь. Конечно, колготки, дезодоранты, все, и он твой. На этом отношения наши стали, после того, как мы стали встречаться, очень стремительно развивались. А кодекс уголовный? Почитывали иногда? Почитывали иногда уголовный кодекс. Ромео и Джульетти тоже, они не по кодексу были, да. Я просто не знаю на самом деле. Почитывали они по ночам его, судя по всему. Ну, в общем, стали жить вместе. Стали жить вместе, намечалась свадьба. Но человек погиб. Да, человек в свое... Вот не суждено, наверное, было этим отношением развиться. Человека застрелили, да. Разборка. А затем, спустя три года, я, будучи уже студенткой, председателем правкома университета педагогического... Ну, потому что там все хорошо. Ну, да, там все хорошо. Возили студентов, начинали первые путевки. И опять потянули. И опять на море мы поехали. Молодец. Поехали мы на море. И случайно на концерте мы познакомились... С пионером? Нет, с подполковником ФСБ. Другому. Да, из крайности в крайность, да. Он оказался москвич. На тот момент я жила в городе Липецк. Видишь, ему неинтересно. Видишь, он отводит в другую сторону глаза. Он такой грустный. Грустный, грустный, да. Через год я переехала уже в Москву. Переехала в Москву, мы стали жить вместе. Мы прожили с ним в общей сложности три года. Он меня, в принципе, так же окружил заботой. Заботой, любовью, там все. А что такое забота, никак не могу понять. Что такое забота? Он же подарки, наверное, дарил, дорогие. Подарки, это не забота. Он вам чистил зубы, мыл голову. Нет, нет, нет. Два раза в день нет. А что? Нет. Это, скорее всего, забота заключалась, наверное, в поддержке в какой-то. В поддержке в элементарных человеческих вещах. Колечки дарил? Колечки дарил, но это сам носовой. Да когда еще ты не знала этим кольцам? У нее мешками они были. Заботу подавай. Мешками, мешками. Почему красивые женщины, наверное, нужны? И кольца, и все остальное. Ну, она дочка военного, она его поставит. Как палатина. Да, ну, не знаю, может быть, ему это и понравится. Однажды пришел такой, наверное, момент, когда я поняла, что, живя с человеком под одной крышей, мы живем с ним разными жизнями. Ну, в принципе, да. Все это хорошо, подарочки по брякушке. Ой, ну. Я просто собрала вещи, утром встав. Слушайте, а не страшно уходить до таких? Ну, она не держала вас, да? Мне? Да. Мне не страшно. Посмотрите, вам, Миша, таких страстей устраивать не будет. Посмотрите, сидит конкретный еврейский мальчик из хорошей семьи, живет в Нью-Йорке. И денежки. Есть деньги, да. А вот вы знаете, может быть, мне вот это вот где-то и надо. Вот сейчас я хочу покоя, но не того, наверное, покоя, чтобы сесть, а может быть, где-то и сесть и воричи, для кого-то это счастье. Это вы-то, бывшая красавица, там, конкурс красоты, с тремя высшими образованиями, вы хотите сидеть дома. А почему нет? Да ладно, заливайте. Почему нет? А, язык знаете, ну, замечательно. Прям мужик, я не знаю. Она, как будто на стрелку пришла, ну, что? Да, да. Разборки. Разборки такие. Мы будем жениться или что? А хотите заняться вот совместным бизнесом с Михаилом? Естественно. Я считаю, что если у меня будет такая возможность, если человек позволит мне заниматься бизнесом его, или же своим, или же совместным, или мама его позволит. Только мой совет, когда придете туда, ладно, платочек вот так вот накинь, дорогая, на плечи и глаза в пол. Хорошо? Хорошо. Потому что если так будет такой активный, мамочка так испугается, что вы не будете рядом с Мишей, это точно. Какой там сюрприз приготовила? Пойдем посмотрим. А, сюрприз, давайте посмотрим. Интересно, какой сюрприз посмотреть, что она им приготовила. Может быть, она сейчас тебя... А сегодня вам презент. Вот коробочка конфет. Поскорее открывайте. С чувством, с толком выбирайте. Угощайтесь поскорей. Угощайте всех друзей. Ну, а я надеюсь вновь на взаимную любовь. Сладкую. Меньше не надо. Словно плитка шоколада. Спасибо. Молодец какая. Слушай, по-моему, пришла кого-то из нас подсидеть здесь. Молодец, Миш, посмотрите. Большенькая правда. Ничего не страшного. Я на каблуках. Я же ведь спущусь. Да, в Америке все ходят в кедах. Все в кедах. Ну, я думаю, мне уже пора снимать каблуки. Миша, ну, такую привезти к Леону. Правда же? Все взавидуются. Девчонки. Спасибо. Идите в свою комнату. Спасибо. Что-то я устала. Мариночка, дорогая, ну как вам невеста? Очень прекрасная, позитивная. Но мне тоже показалось, что очень темпераментная, наверное, для Миши. Нужно поспокойнее немножко. Ну, мне так кажется. Ну, чтобы они прямо и уснули. А детей-то кто будет делать? Не, не уснули, нет. Один-то хотя бы должен быть поактивнее. У тебя дети мечтают? Не, мне он очень нравится. Мне кажется, вполне. У него что-то есть такое вот, я даже достойный. Миша, ну как? Очень приятная, очень симпатичная, интересная девушка. Фигуристая какая-то. Произвела очень хорошее впечатление. Очень понравилась мой человек, абсолютно открытая. Дура, конечно, немножко, но я думаю, что перебесилась уже на 31 год. Тань. Ну, в принципе, я согласна с Ларисой, мы с ней идут. Я думаю, как бы, с Дурцой, естественно. Ну, относительно Татьяниной красоты, ничего сказать не могу. Действительно, товар лицом, фасад, то, что надо. Но есть женщины, которых все влюбляются, я имею в виду мужчин, но не женятся. А есть женщины, которые вроде как в них и не влюбляются, но все любят и на них женятся. Вот, все-таки это классическая Татьяна-любовница. Женится на крысах, на таких, а потом изменяет с Таньками. Знаете, ну, пускай лучше с Таньками изменяет, а жить лучше, да, конечно. Нам классическая любовница не нужна. Наша Татьяна как? Мне кажется, в нее влюбляются и жениться должны на ней, правильно? Я думаю, что если выбирать сердцем, это не совсем ваш образ, в общем. И потом, мне кажется, у вас очень-очень разный опыт. Она получала здесь свой юный опыт, вот в эти 90-е лихие. Вы в это время уже уехали и получали опыт свой, совершенно другой там. Поэтому мне кажется, что вас вот это даже может разводить. У вас единственный должен быть страх держать, конечно, что такое уведут в Америке. Вот это страшно, а так, ой, ну, хорошее, хорошее. Так вот, вот, тю-тью-тью. Это нормально. Татьяна, нет, ты мне нравишься. Она должна это чувствовать, она не должна об этом говорить. Новая встреча через несколько минут. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Михаил. Ну, идите, знакомьтесь с второй невестой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Гульнара. Очень приятно. Очень приятно. Для вас. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, я вас провожу. Голая спина. Голая спина. Головы мои опилки. Бум-бум-бум. Давайте посмотрим на экран и узнаем подробнее о вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Гульнара. 27 лет. Секретарь руководителя иностранного банка. Мечтает прокатиться на американских горках, купить голубой джип, открыть спа-салон и найти мужа-олигарха. Полтора года Гульнара была младшей женой богатого мужчины. Когда поняла, что хочет быть единственной, тайком уехала в другой город. Надеется, что ей ни с кем не придется делить любовь Михаила. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне честно, прям была вот в гареме? Ну да, вот так вот получилось. Обалдеть. Ну, изначально, естественно, все было нормально. Отношения были, как у всех начинались. Он красиво ухаживал, признавался любви. Но все было, как у людей, да? То есть мы решили жить вместе. Но вот оказалось, что мой мужчина хочет еще, там, женщин. То есть он считает... Это они уже были к тому моменту? Нет, но вот эти вот отношения, как вы говорите, да, в гареме, они начались потом. То есть, ну, как это произошло, будем так говорить. То есть я уже, ну, то есть полюбила этого человека, да? И когда я узнала, что у него есть другая женщина, да? Это она ребеночка с чем родила? Да, она решила родить от него ребенка, да. И в тот момент я, естественно, была очень расстроена. А вы почему мы не родили? Ну, вы знаете, может быть, я на тот момент была просто не готова. Я сейчас уже это понимаю. А он звал вас замуж по-нормальному? Он, нет, он до сих пор считает, он так и говорит, что я ни на ком не женюсь, я буду вас всех любить, всех вас обеспечивать, содержать, но никогда ни на ком не женюсь. В принципе, внешне что-то есть, а, видимо, в голове-то особо ничего нет, да? Да, именно... Кроме как быть пятой женой, там, богатого шейха, в принципе, да? Да. А, и вот однажды он между вами положил вместо сабли харька. Зачем? Да, так было, это тоже. Ну, он привез, привез домой харька. И сказал, это наш сыночек. Да, это будет наш ребенок, вот будем жить втроем. Я говорю, как? А у него с головой? Нет, тоже. Не вызывали, нет? Ну, не знаю. В тот момент я была, наверное, настолько в него влюблена, может быть, у меня были даже какие-то розовые очки на глазах, что я... Сколько лет-то вам было? Мне было тогда 22 года. Ну, нифига себе, уж сама могла быть 40 раз родительницей. Послушайте, ну вы же могли пойти разобраться с той тетенькой. Он, правда, говорит, что ее не любят, она только вот детей будет рожать темно. Вот так получилось, и вообще, ну, живут же так люди, я буду так жить, почему нет? Кстати, у евреев тоже много жильцов принято, нормально. Это да у всех национальности, да и мужчина воли, они все тогда горимся заводили. Нет, у вас же не грех это. Такого нет. И у вас не грех. И что вы? Хочется быть единственной любимой. Подавись своим харьком, да, а я пойду себе другого харька найду, нет? Да, приятно так и было. Ну, я говорю, ну, слушай, ну, я же говорю, красивая девушка, ну, что же во мне не так-то? Ну, как так? Он говорит, да нет, все с тобой прекрасно, мне с тобой хорошо, я тебя люблю. Ну, вот такой вот я человек. А он был такой зажиточный. Да, он такой щедрый человек, вы знаете, причем не только для меня, но для всех. Мне это так нравилось. Ну, и нашла бы себе тоже какую-нибудь кольку. И была бы у него единственная, а с харьком бы ходила бы гулять куда-нибудь там. С харьочком, да. А что? Ну, так живут же многие. Я бы с радостью, если бы мне подарили харька, ну, здорово. Мягкое, пушистое, животное. Нет, брэд-пит, кто он мне не любит? А ей брэд-пит, да, подавай, не харька, вот оно как. Ну, вы хотите олигарха, не больше, не меньше. Я хочу, чтобы мужчина умел зарабатывать деньги. Я люблю комфорт. Вот смотрите, есть, Миша, чего мы будем так пустую рассуждать? Живет в Америке, поедете в Америку, если что? Может, поеду. То есть, поеду. Поеду. А там раз будете по магазинам там гулять, и подойдет к вам, ну, какой-нибудь богатый там Трамп, он любит славянок. Я очень верная внутри. Если я встречаюсь с мужчиной, то я ему верна. Наверное, поэтому я где-то и продолжала вот эти отношения. Ну, Миша, ничего вас не смущает? Смущает? Нет, мужчина очень интересный, очень добрый, более того, мне очень нравится. Но вы если пойдете с родительницами там знакомиться, вы все-таки другой плачика найдете. А, конечно. Хотелось, кстати, у подруги возьмите, но подружки тоже прям пришли. Для родителей не имеет значения, как человек одет совершенно. А вы знаете, да... А традиции родители вообще соблюдают? Да, определенно. А колым не попросят? В смысле, какой колым? Родители от жениха? Что они понимают? Она даже слова этого не знает. Она еще сидит и триндит по поводу, что она восточная женщина. Нарядилась вон, смущая, я сижу смущая, за нацию обидно. А уж за мусульман вообще... Так, давайте обидно или забидно? Обидно! Я считаю, когда ей что показать, почему бы не показать? Мужу отдельно за шторочкой показывай на здоровье. Женечка как Барби, оделась, коротенькое платье, показала... Престарелая Барби. Ну, понятно, замуж-то, правда, хотите, нет? Вы знаете, да, я вот поняла еще одну вещь в прошлых отношениях, то, что вот на таких ярких эмоциях такой ровной жизни не построишь. И, соответственно, я начала работать над собой прежде всего, и поняла, что прежде всего... Ну, результат на лицо, честно скажем. Да, я где-то внутри успокоилась, да? Ой, смотрите, вы же и работаете в банке, там же женихов, ну, море. Может быть, я пока не встречала такого человека, с которым... Хорошо, мама чему научила? Готовить умеете? Готовить умею, убираться умею, стирать люблю. Ну, я вообще домашнюю готовить люблю. А любимое блюдо? Это что-то из национальной, наверное, манты, что-то из мяса. Да, молодец. А дальше готовим? Да, дальше готовим тоже, да, конечно. А ты? Я нет. А я да. Покажите сюрприз. Для этого мне будет необходима помощь моих подруг. Да, время, чтобы переодеться. И хочу предложить вам, прежде чем сделать очень важный выбор в своей жизни, да, сделать его в шутку. Сейчас мы выйдем, и я хотела бы, чтобы вы выбрали, определили, кто из нас троих, буду я. Хорошо? Конечно, спасибо. Хорошо. На ощупь? Или позавтра? Нет, нет, он будет смотреть. Я думаю, что... Хорошо. Понравилось, честно? Да. Представляете, она придет к вам в гости, и у нее будет просто плачка уже задом наперед надета, вот сюда. А у вас замужем сами, нет? Нет. Нет? А у вас жених, например? И у вас настроение как? Улучшится, нет? Ухудшится, наверное. Конечно. Она же молодая, красивая. Кому это нравится? Поэтому давайте про нее говорим гадости пока надо. Ужас, правда? А еще татарка. Ну, это да. Куда там, прям замуж собралась в Америку? Ага, то ее пустят, правда? Оскара, вы что думаете? Как-то вы так собрались, я смотрю. Кровушка. Заиграла, нет? Нет, мне понравилась девушка. Еще бы. Просто пока еще не сложилось определенное мнение, но я думаю, что... После того, как она покажет сюрприз, я могу определить. Определенно, тогда уже скажет. А, ему понравилась она. Может, она с ним поедет. Пойдем смотреть сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Мишечка, ну так и где наша гульнара-то? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я в первый раз угадала. Я так маскировалась. Конечно, моя прелесть. Вы знаете, я хотела немножечко поиграть, это была такая шуточка, да? И, ну, как ты меня угадал, я хочу для тебя, чтобы вынести сладкий сюрприз. Без куска хлеба в Нью-Йорке не останетесь. Это моя мама для тебя специально передала. Это наш национальный татарский чак-чак. Спасибо большое. А, красивая прелесть. На самом деле, так себе. Сюрприз такая же, как и девушка. Нравится? Замечательно. Ну, девчонки, идите в свою комнату. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Хлеб и соль. Спасибо. И чак-чак. Пойдемте. Молодцы вообще. Я не обсудила. Конечно, я тебе... Такой генофонд отдаю, прямо с руками отдаю. Берите на здоровье. Почему? Ну, что ж, пускай такая красота там показывает. Не жалко, от души отрываю. Он так реагировал на меня. Я просто чувствовала, что я ему нравлюсь. Что я ему нравлюсь. Василиса, а тебе как? Ну, я скажу, не подумай, что я злобствую. Хорошие внешние вокальные данные. Я бы сказала, что не увидела ничего про человека самого. Про душу, про ее намерения, про мысли. Было все про какие-то внешние моменты жизни. Как, в принципе, часто склонны женщины знака весов все внешне переукрашивать. Такое чувство, что красивая оберточка. Василиса, ты не поняла. Она же клоун. Она же в конце вышла вот с этим самым носом, за который пыталась нас поводить. Ни слова, правда ж, не было. Ну, конечно. Она все придумала здесь. Развеселила зато нас. Ну, хорошенькая, правда? Приятно. Но не женитесь. Выселились. Немножко не хватало улыбок. И веселие во всем этом. Впереди у нас третья невеста и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Михаил, познакомиться с третьей невестой. С удовольствием. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Это для вас. Спасибо. Разрешите, я вас провожу. Красивая девушка. Да. Да, такая очень. Но она такая ровная и спокойная, правильно? Ну, давайте посмотрим на экран. Алена, 26 лет. Работала дознавателем в милиции. Сейчас офис-менеджер в строительной компании. Все свое время посвящает воспитанию дочери. Алена долго уговаривала своего возлюбленного жениться, а потом пять лет не могла добиться от него развода. Надеется, что Михаил знает цену своему слову и умеет быстро принимать решения. У вас сколько лет замуж вышли? 20. У вас было очень необычное знакомство, расскажите. А, да. Познакомились мы по телефону. Получилось так, что ночью я, придя домой из клуба, там, 17 лет, молодая, позвонила на радио. Там был какой-то конкурс, что нужно что-то рассказать интересное. Я позвонила, рассказала. Второй раз позвонила. Думаю, еще надо что-то сказать. Ну, скучно дома как-то, да? Третий раз берет трубку молодой человек и говорит, вам не надоело? Я говорю, а мне так скучно, поговорите со мной. И он со мной начал разговаривать. Мы познакомились. Прямо как в американском кино. Знакомство продолжалось у нас такое. По телефону три недели. Мы знали друг от друга все, абсолютно. Но никогда не видели друг друга. Вот забашите, что так и было? Клянусь, так и было. А что все-то рассказали ему? Ну, вот прям вот свое. С чем вы там встречались, да? Кто у вас был? Вот про это все рассказывали. Нет, пристрастие в литературе, музыке. Причем здесь с кем встречалась? Ну, вот она это и рассказывала. Ну, замуж все-таки скоренько за него вышли. Два года с армии ждала? Да. Да. Нет, нет, она просто такая уравновешенная. Примерно-примерно девочка. Ну, да. Это Настенька. Настенька, да? И сказки. Настенька и сказки, да, точно. Да, ждалась, сыграли свадьбу, замуж вышла. Все здорово, замечательно поначалу. А потом что-то как-то он так вот азяб на диванчике. Там сделает то-то. Да-да-да, потом. То есть и все делала я сама. Когда я поняла, что я сама... Он же творческий, он же по телефону только мог. Да, наверное, да. Ну, может быть, стоило его стимульнуть как-то? Пробовала. А как стимулировали? А, допустим, ну, Сереженька там, да, ну, у нас там ребенок растет, ну, тебе предлагают хорошую работу. Да, я не... И вот это вот то, что когда я пойду мамы спрошу, вот тут я просто осела. Девушка что одна, что вторая, они пытаются показаться, на самом деле, мне кажется, лучше, чем есть, и где-то подстроиться под его критерий. А вот когда женатый у вас появился? А, это отдельная история, да, очень весело. Есть сайт знакомства, замечательная вещь, наверное. На этом сайте я познакомилась с мужчиной, 32 года, по фотографиям замечательный, красивый, встретились рестораны. Оказалось, ему 53, и он женат. Нет, он выглядел очень хорошо, и даже внешне. Но как-то мы зашли с ним в магазин, покупать моему ребенку подарок. Он говорит, давай, Алисе, ну, что-то купим в подарок. Говорит, и еще подбери, там, племянницы моей надо. Я говорю, так ты ни разу не говорил про племянницу, какая? Ну, там, в общем, неважно. Я говорю, а как бы познакомишь, что ли? Ну, мы же с тобой... Да, конечно. По приезду уже домой, мы приехали. Спустя... Но жили одной, вы как бы в одной семье? Нет, в одной семье мы встречались. Были встречи, он купил квартиру. То есть, как бы, вот, пожалуйста, у меня командировки частые, я... Он вам купил квартиру? Да. Ты смотри, где такие? Представляешь? И оставил? И оставил. Нифига, это что же надо было такое сделать-то, а что вы? Ну, вот я все хотела добиться, какой стимул, вот не было стимула. И все-таки как вы выяснили, что он ребенку своему просил выбросить? Выяснилось так, что придя к моей подруге на день рождения, а у меня подруга до сих пор еще работает в милиции, да, как бы она там... Она говорит, какой-то он странный, ну, вот что-то он недоговаривает, ну, что-то, ну, не так вот. А давай, говорит, я его пробью по базе. Какое-то недоверие есть. У нее не то, что недоверие, мне нравится то, что она не боится узнать правду. Другу, кстати, другу-другу тоже, по-моему, она не понравилась, что-то там друг спит. И что, вас прямо развело вот тот факт, что у него есть жена и дети? А не тот факт, а то, что... Что он жена? Нет, то, что отношения начинались с вранья. И вы ему сказали, что все, на вранье не хочу строить отношения, а отходную, давай-то мне задушевную утечку, квартиру, или он сам... Нет, он как бы, я сказала, вот, пожалуйста, все твое, мне ничего не надо. А он говорит, нет. Нет, он все забрал. А, забрал квартиру. Но предложил мне быть любовницей и жить в этой квартире на правах любовницы. А вы сказали, нет. Нет. И он забрал такую квартиру? Опять ничего селиться. А тогда сказали, что не забрал. Вы что-то путаете. Нет, показания. Нет. Ну, тогда, слава богу, а то прямо русский настроение не испортил. Ну, и хорошо, что забрал. Правильно, надо с чистого листа начинать жизнь. Зачем аптечка квартира? Правильно? В 26 лет. Да, конечно. Ой, пусть как у всех. Нет и нет. Ой, не говорите, заработайте еще себе сами. Она вот тихенькая-тихенькая, но квартирку, если бы подарили, бы и не отказалась, да? Да. Давайте на сюрприз, может, посмотрим. Пожалуйста. Это игра. Меня недавно буквально не научили играть. Она на желание. Правила такие. Можно взять либо одну палочку, либо две, либо три. Больше трех нельзя за раз, да? То есть берем по очереди, и тот, кто последнюю палочку берет, тот проигрывает. Хорошо. Начинайте. А так, чтобы они не купили. И, соответственно, тот, кто проигрывает, выполняет желание. Ай, не вышло. Значит, загадывайте вы желание. Я не знаю, делать что-то то, что вы хотели бы сделать, то, что вы хотели показать. Она хотела поцеловать вас. На самом деле я хотела, да. Поцелуйте. Немножко по-другому. Можно? Конечно. Да. Спасибо. Спасибо вам. Слушайте, мама сложноватый сюрприз такой. Очень сложный сюрприз. Потом она подарила вас поцелуи. А до того? Поцелуи. А меня и вас с радостью. Все, спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Идемте, Мишечка. Да. Ой, какая хорошенькая, правда? Пойдемте. Ну так. По-моему, здорово, да? Слушайте, он мне понравился. Оскар, Марина. Мне Алена очень понравилась. Мне кажется, что она интересная, добрая девушка. А вы что скажете? Я тоже согласен с Марией. Мне тоже она понравилась. У меня есть какой-то стержень. Она женственная. Ну, дело за Мишей. Он милый, но мне кажется, надо все-таки попросить, да, забревать. А что вы скажете? Очень приятная девушка. Симпатичная, обаятельная, красивая фигура. Мне тоже очень она понравилась. Я думаю, если ваш друг человек смелый и возьмете ее с дитем в Америку, вам все воздастся, потому что она достойна. Наша Алена лучше всех. Мне кажется, что человек, который приезжает из глубинки и пытается выживать в Москве, в любом городе мира выживет уже. Но у меня не возникло ощущение, что это ваша женщина, а вы ее мужчина. Ваш типаж нравится такой женщине, как она. Но не будет ли она потом вам пенять на мягкое тело, на излишнее спокойствие, на то, что вы очень активны? Я думаю, что она так уже натерзалась с этими сумасшедшими, так намучилась, что здесь человек, открытая книга. Он все карты выложил перед ней, что хорошо. А потом, я думаю, что сначала одного ребеночка, потом заботы, потом это и особо-то... А там, глядишь, уже и дело к старости идет. Я тоже за. И Гузеева за. И все за тебя. Смотри, зал хлопает, все не нахлопает. Оскар и Марина, кого бы вы увидели рядом с Михаилом? Мне кажется, из трех претендентов, которые мы видели. Третий, Алена, мне кажется, это такой тип, к которому Миша может подойти, потому что он, в общем-то, ведомый. И он ищет девушку, которая будет понимать его и принимать часть его жизни. Спасибо. Что вы скажете? Я тоже за Алену. Мне кажется, что она создаст уют. Я думаю, что у меня шансы, ну, по сравнению с другими, 99,9% это 100%. Я хочу сказать, что все девушки были просто на высоте, очень-очень красивые, очень обаятельные и очень женственные. И хотел бы всех тоже поблагодарить за то, что они пришли бороться за меня. Очень-очень приятное впечатление. Где-то он будет меня просто дополнять, я это чувствую. Да. И где-то осаждать, что самое главное. Мой бешеный темперамент хотя бы. Что-то. Слегка. Слегка. Михаил, я вам бы тоже хотела посоветовать Алену, но и предупредить, чтобы вы не обольчались. Алена девушка с виду мягкая, но, конечно, она очень уверенный в себе человек. И веревки она из вас видеть будет. Ну, вам это и нужно, честно говоря. Она действительно прошла такую школу жизни, уверена в себе, и вам нужно будет постараться, чтобы ее рядом с собой удержать. Алена. Мороза. Я как патриотка своей страны и своей нации, конечно, предлагаю вам Гульнару. Ну, пусть фантазерка, не фантазерка, но одевается, в конце концов, это и снять можно, но податливо. А потом все-таки висит уж, если из России, так красоту лучше. В общем-то, а все остальное приложится. Гульнара. Гульнара, как ты думаешь, есть у тебя конкуренты? Ну, нет, я не увидела ни в одной из девушек конкуренток, на самом деле. Все девушки, мы все очень разные, разные по темпераменту. Я считаю, что мы очень разные. Если он зайдет, ты выйдешь? Да, я выйду за ним. Я не увидела лично сегодня на программе той мягкой, водной девочки, которая вам могла бы составить пару. По-настоящему домашней, по-настоящему душевно раскрытой. Для каких-то новых эмоций и чувств. Мне кажется, что Алена не настолько душевна, как вам хотелось бы видеть, к сожалению. Хотя домашние какие-то задатки в ней, безусловно, есть, уже просто жизнью воспитаны. Поэтому я не могу порекомендовать никого. Слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4-4. Юлия, 30 лет, номер 993. Главный бухгалтер. Любит веселиться и устраивать праздники. Ищет обаятельного, веселого и успешного мужчину. Константин, 30 лет, номер 994. Специалист по продаже недвижимости. Занимался боксом. Мечтает о доме с бассейном в Греции. Ищет творческую и покладистую девушку. Мы не знаем, выйдет Михаил Ладин или с избранницей. Я приглашаю всех выйти из пункта и поддержать его решение. Я считаю правильное решение, Михаил. Хорошо, что вы нас послушали и свое сердце. Видите, как все сошлось. У нас есть пара Михаила и Алена. Если вы хотите оказаться на месте наших героев, заполняйте анкеты на сайте Героя Канала. Я Лариса Гузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поздание все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...